Ольга, большое спасибо за представление. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за предоставленную возможность выступить по вопросу налогообложения структурных облигаций. Вопрос этот, я думаю, вам лучше всех известна актуальность вопроса налогообложения продуктов. Вы постоянно с этим сталкиваетесь, особенно с налогообложением доходов физических лиц. Там вопросов возникает больше всего. Я хотел в своем небольшом выступлении рассказать о налогообложении структурных облигаций, выпуск которых был разрешен законом 75 ФЗ. Еще на этапе подготовки законопроекта о внесении изменений в закон о рынке ценных бумаг на нас вышел наш бизнес с просьбой проанализировать, насколько выпуск структурных облигаций потребует внесения изменений в налоговый кодекс, насколько действующие нормы налогообложения применимы к новому продукту. Мы начали работу над этой темой, рассмотрели, безусловно, проект закона о внесении изменений в закон о рынке ценных бумаг и пришли к выводу, что, безусловно, изменения в налоговый кодекс нужны, потому что то, что предлагаются, те новые виды продуктов, новые виды облигаций, они налоговым кодексом действующей редакции никак не регламентированы. На что мы прежде всего обратили внимание. Проблематика следует из самого определения структурной облигации, исходя из нового определения облигации. То, что, самое главное, размер выплаты по структурной облигации может быть меньше ее номинала, и выплаты по структурным облигациям могут осуществляться денежными средствами или иным имуществом. Это те самые главные ключевые моменты, на которые мы должны были прописать в рамках подготовки изменений в НК. В общем, предпосылками для написания нашего законопроекта являлись новации в отраслевом законодательстве, возможность, как я сказал, погашения облигаций ниже номинала, возможность получения имущества при погашении или выплате дохода, и специфика выплаты собственного дохода по структурным облигациям. Потому что, исходя из нашего понимания, процентный доход по структурным облигациям определяется только на момент его выплаты. В период обращения структурных облигаций формально говорить о том, что внутри ценной сделки сидит купонный процентный доход, нельзя. Это следует как минимум из существа этого продукта. Таким образом, перед налогоплательщиками, как эмитентами, так и инвесторами, а также налоговыми агентами встают основные блоки вопросов. Для эмитента – налогообложение операций при размещении и погашении, в том числе ниже номинала. У инвесторов – налогообложение операций при обращении, купле-продаже и погашении. Налогообложение операций при погашении и выплате доходов не деньгами, а иным имуществом. И четвертое – определение налоговой базы в виде процентного дохода по облигациям. Нами был подготовлен законопроект. Законопроект обсуждался с рядом банков на площадке Инфа. И в феврале текущего года мы направили законопроект в Госдуму. И далее за подписью Ахсакова законопроект ушел в Минфин и в Центральный банк. В апреле были получены ответы. Со стороны Центрального банка ответ скорее был положительный. Со стороны Минфина ответ, я скажу, скорее был нейтральный. Если не отрицательный, то нейтральный. С просьбой дополнительно обосновать некоторые позиции, что-то подрихтовать. В этой связи мы провели в апреле текущего года ряд встреч с представителями Минфина, как с представителями департамента, который отвечает за налогообложение прибыли, так и тех коллег, кто отвечает за НДФЛ. Беседы носили такой достаточно деловой характер. Нам прежде всего пришлось объяснить суть операции, суть того, что есть структурная облигация, чем она отличается от обычной облигации и почему требуется внесение изменений в налоговый кодекс. Потому что красной нитью нашей беседы с Минфином пролегало то, что в налоговом кодексе уже все есть. В принципе, налоговый кодекс универсален, и даже для структурных облигаций ничего вносить не надо. И вот нашей задачей было как раз убедить коллег из Минфина убедить коллег из Минфина в том, что структурные облигации носят в специфику, тех самых универсальных норм в кодексе не хватает, и законопроект необходим. Я сейчас вкратце расскажу, о каких именно моментах идет речь, для того, чтобы в дальнейшем, когда, я надеюсь, этот законопроект будет принят, будут внесены изменения в налоговый кодекс, было понятно, из чего исходили его авторы. Первое. Что мы предлагали? Это, кстати, не имеет прямого отношения к структурным облигациям. Тем не менее, мы хотели убрать, исключить ту неопределенность, которая возникла в последнее время в связи с позицией Минфина, в связи с изменениями в налоговый кодекс, о том, что по льготным ставкам, а именно для ОФЗ по ставке 0%, для обычных корпоративных облигаций тоже по ставке 0%, облагается только тот купон, который получен инвесторам непосредственно от имитента. А тот купонный доход, который сидит в цене сделки, который рассчитывается, как мы все привыкли, НКД полученный минус НКД уплаченный, сейчас, по мнению Минфина, должен облагаться по ставке 13%. И вот мы предлагали норму, которая бы вернула тот порядок, который был раньше, когда НКД, сидящий в цене сделки, облагался ровно так, как НКД, полученный от имитента. Если брать самый простой пример с ОФЗ, по ставке 0%. Минфин не поддержал эту идею, ссылаясь на то, что порядок налогообложения уже в кодексе урегулирован. Кроме того, это привело бы к выпадающим доходам. Но возвращаясь теперь к самим структурным облигациям. Как я сказал, специфика структурной облигации заключается еще в том, что сумма процентного дохода, сумма купонного дохода определяется фактически в момент выплаты этого дохода. Ну, накануне, в зависимости от условий, не суть важна. Самое главное, что в период обращения бумаги формально говорить о том, что внутри цены сделки сидит купонный или процентный доход, нельзя. А налоговый кодекс, он в этой части построен, исходит из линейного способа расчета купонного дохода, исходя из обычных простых облигаций. И вот те принципы, которые заложены сейчас в кодексе, они фактически не работают для структурной облигации. А чего все хотели? Чтобы купонный доход, чтобы процентный доход, выплачиваемый по структурной облигации, облагался по ставке 0% в пределах доходности ЦБ плюс 5. Мы, скажем так, вот именно с подобного рода арифметическими расчетами, как применить норму о том, что доход облагается по ставке 0% в пределах доходности ЦБ плюс 5, арифметически это было сделать очень трудно. Мы с другими банками пробовали те или иные подходы арифметические, выстраивали систему уравнений и так далее. В общем, толком ничего не выходило. Сложно. Ну потому что суть облигации иной. Фактически можно говорить о том, что там встроен ПФИ в нее. Но и вот на определенном этапе, на этапе подготовки законопроектов в связи с тем, что вот такие возникли сложности, ведь до чего доходило? Если попробовать сделать расчеты, то у последнего держателя бумаги, который ее купил, допустим, накануне выплаты процентного дохода или накануне погашения, налог по ставке 35%, напомню, все, что вся та доходность, которая выше, весь тот купонный доход, который превышает доходность определенную, как ставка ЦБ плюс 5% пунктов, облагается по 35%. Так вот, чисто технически или арифметически могла бы быть у последнего держателя, который купил ее незадолго до погашения, могла возникнуть такая ситуация, когда налог по ставке 35% фактически превышал бы весь тот доход, который бы он получил, и который можно было бы рассчитать, как цена погашения плюс процентный доход, минус затраты на покупку бумаги. Понятно, что такого, в принципе, быть не должно. И на определенном этапе, скажем так, в законопроект было предложено внести, что все доходы по структурным облигациям облагаются по ставке 13%. Такой подход решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Но, естественно, обсудить это с бизнесом, с бизнес-сообществом. Безусловно, как можно было бы ожидать, такой подход получил крайне негативную реакцию со стороны, прежде всего, бизнеса. И решено было от него отказаться. В общем, в итоге общими усилиями законопроект все-таки предполагает, что выплаты по структурным облигациям облагаются так же, как выплаты по любым другим облигациям. То есть все, что в пределах дохода в пределах доходности ЦБ плюс 5% облагаются по 0%. Все, что выше, по 35%. Но этот доход, безусловно, рассчитывается за время владения облигацией, и эти ставки применимы только к тому держателю облигации, я сейчас говорю о физлицах, кто получает доход от эмитента, то есть тот, кто дождался погашения, либо выплаты купонного процентного дохода. У тех же инвесторов, физических лиц, кто облигацию купил при размещении и продал в рамках ее обращения, либо купил-продал в рамках обращения, весь доход облагается по ставке 13%, потому что, повторюсь, говорить о том, что в цене облигации сидит процентный доход, формально нельзя. Но, кстати, именно этот пункт с процентным доходом, с порядком налогообложения процентного дохода, он вызвал наибольшую, повторюсь, дискуссию как среди сообщества, так и с Минфином, в рамках дискуссии с Минфином. Еще один важный пункт, который, на наш взгляд, является новацией и должен быть прописан в обязательном порядке в налоговом кодексе, это вопрос погашения облигаций по цене ниже номинала. В кодексе предложено считать эту разницу у инвестора убытком, учитываемым для целей налогообложения, у имитента, понятно, доходом. Погашение облигаций или выплату доходов ценными бумагами, то есть иным имуществом. Этого сейчас в кодексе нет. Здесь также возникла большая дискуссия по поводу того, а каким образом считать доход инвестора, получивший, который получил выплату по облигации не деньгами, а в виде других ценных бумаг. Здесь возможны две развилки. Это определение дохода, исходя из рыночной стоимости на дату получения ценных бумаг, исходя из их рыночной стоимости, или исходя из той стоимости этих облигаций, которая была заявлена в условиях эмиссии при выпуске структурных облигаций. Мы при подготовке законопроекта, я имею в виду сообщество, исходили все-таки из цены ценных бумаг, которая была определена на момент выпуска ценных бумаг. То есть, чтобы было понятно, поясню на примере. Если выпускается структурная облигация номиналом тысячи рублей, и при наступлении определенных обстоятельств предполагается, что по ней будут выплачены не деньги, что она будет погашена не деньгами, а ценными бумагами, то эмитент, насколько нам понятно, при эмиссии подбирает то количество ценных бумаг, которое в сумме бы давало тысячу рублей. Например, если бы акция Сбербанка стоила на тот момент 200 рублей, то эмитент предполагал, что инвестор получит при погашении облигаций не деньгами, а ценными бумагами, пять штук акций Сбербанка. И на момент эмиссии это составляет тысячу рублей. А вот на момент погашения акция может стоить не 200 рублей, а 150 или 350. И вот как раз по этому поводу, какую цену все-таки брать, с Минфином шла дискуссия. Минфин ссылается на действующие нормы кодекса, о том, что необходимо брать рыночную стоимость, хотя эти нормы, безусловно, в данной ситуации не применимы формально. Мы исходим из цены, заявленной в условиях выпуска. Здесь вопрос, на мой взгляд, дискуссионный. Нам необходимо постараться убедить Минфин именно в экономической обоснованности нашего подхода. Но в случае, если в условиях эмиссии, в условиях выпуска структурных облигаций не заявлена цена акций, цена и новое имущество, которое будет предоставляться инвестору, то тогда мы полностью согласны с Минфином. Доход определяется исходя из текущей рыночной стоимости ценных бумаг, которые получает. Равно так же, как при выплате процентного дохода, если он выплачивается ценными бумагами. Вот это основные моменты, которые должны быть, на наш взгляд, прописаны в налоговом кодексе. Это те моменты, которых сейчас в кодексе нет. Что еще в кодексе предполагается заложить? Это порядок налогообложения сделок с ценными бумагами, которые инвестор получил при погашении или в качестве дохода по структурным облигациям. Понятно, что этот финансовый результат определяется при дальнейшей продаже таких акций, как разница между ценой продажи и ценой их получения уже от эмитента. Что с законопроектом происходит сейчас? Каков его статус? После дискуссии с Минфином мы понимаем, что какого-то неприятия законопроекта как такового нет. Необходимо обосновать более детально, более убедительно целесообразность и необходимость тех норм, которые мы предлагаем. Сейчас ведется работа по подготовке такого обоснования. Мы предполагаем, что в скором времени мы подготовим и направим его также в Минфин, и дискуссии с Минфином возобновятся. Я надеюсь, что нам получится убедить мнение Минфина в целесообразности внесения изменений в налоговый кодекс, потому что в противном случае, если в кодексе прямо не будут регулированы эти ситуации, но это приведет к тому, что, к сожалению, случается не так уж редко. Это неопределенность, различие подходов у налогоплательщиков, у разных налогоплательщиков к налогообложению. Самое главное – это различие подходов у налоговых агентов, как следствие претензии физических лиц к брокерам. Это претензии налоговых органов к налоговым агентам, налогоплательщикам. И в конечном итоге это все влияет так или иначе, я бы сказал даже очень серьезно, на привлекательность структурных облигаций, на этот новый вид продукта. Но, на наш взгляд, вода камень точит. Мы постараемся совместными усилиями убедить Минфин, и законопроект, я надеюсь, будет так или иначе принят. По налогообложению структурных облигаций у меня все. О статусе этого законопроекта я готов ответить на вопросы или пообщаться на другие темы в части налогообложения. Добрый день, Козлов Иван, ВТБ. Такой вопрос, на самом деле, немножко по технике, тем не менее, часто возникает. Мы часто говорим про КС плюс 5, но вопрос с точки зрения применимости этого параметра к доходности за период. То есть, если, например, инвестор купил бонд, двухлетний, выплата в самом конце периода, через два года, то есть два года вообще никаких платежей не происходило, затем в конце купон. За два года, например, платят, не знаю, 24%. Ну, вот так вот накопилось за эти два года. Грубо говоря, у него, мы должны смотреть, очевидно, сравнивать с КС плюс 5 накопленной доходности за два года, и, грубо говоря, с какой точки зрения мы на доходы смотрим, потому что доходность, это на самом деле тоже такая неоднозначная штука. Она может быть линейной, там, по базе 360 или еще как-то. Я понял вопрос. Мы, мне кажется, сами сталкивались в своей практике. Ну, я бы исходил из доходности в годовых. 24 – это же за два года. Да, справедливо. То есть, если в годовых, насколько я помню, по этим облигациям доходность была 12 годовых. Ну, вот как раз вопрос именно в том, что вы говорите, вы бы исходили. Но есть ли как бы однозначная трактовка этого вопроса? Опять-таки, да, 24 доходности за два года – это может быть 12, если мы просто говорим о том, чтобы поделить на два, потому что два года. Но это может быть немного другая цифра, если мы смотрим по другой конвенции или другим подходам. Ну, вот наша с вами дискуссия по этому вопросу, на которой нет однозначного ответа, говорит о том, что вот подобные нормы в налоговом кодексе нужны. Но, отвечая на конкретный вопрос, конечно, надо исходить из того, что написано в проспекте эмиссии, вернее, решение о выпуске, анализировать все это. Но я бы все-таки исходил бы в данном конкретном случае из доходности за два года, то есть исходя из доходности в годовых номиналах. Это было бы 12 годовых. Ну, то есть, грубо говоря, мы говорим о том, что если не будут внесены соответствующие правки, корректировки, уточнения, то даже в этом, казалось бы, простом и понятном вопросе, с которым сообщество столкнется, может быть неоднозначность в текущем. Да, она, конечно, она и на данный момент сегодня существует. Ведь на рынке же есть облигации с плавающим доходом, так называемые, не ипотечные, инвестиционные облигации одного банка. Да и ни одного. И действительно, общаясь с коллегами по налогам из разных банков, даже касаясь одной и той же облигации, выпущенной одним банком, мы видим, что есть разные подходы. Вот хотелось бы, конечно, добиться понимания, прежде всего, от Минфина России, в необходимости того, чтобы эти нормы были в кодексе прописаны, причем прописаны четко и однозначно. Но дискуссия с Минфином идет непросто. Минфин зачастую считает, что в кодексе все есть, что это вопросы правоприменительной практики, что это вопросы к налоговым органам. Но если есть суды, если есть претензии, это значит, что налоговые органы и налоговые агенты по-разному читают кодекс. Значит, это можно устранить только либо разъяснениями, либо внесением и заменением правок в налоговый кодекс. Что касается техники, еще более сложный вопрос, если по этим облигациям выплачено 24 годовых, а инвестор купил ее, если, конечно, такое возможно, за 10 дней до погашения. Это как раз был мой второй вопрос, один из других краевых примеров. То есть один краевый пример – это вот эти два года с погашением в конце, а другой пример, что он за день или за 10 дней до этого купил, ну тут может быть вариант, он купил за 124, да, например, и 24 же и получил, грубо говоря. Вот мы как раз, я вот об этом говорил, очень долго голову ломали, причем это не налоговые специалисты, это был бизнес, это были ребята, которые, собственно, разрабатывали эти продукты. Проблематика понятна. Просто вот эти нормы про то, что ниже ЦБ плюс 5, по 0, выше, по 35, это все вот настолько сложно, не соответствует, но я уже повторяюсь, но не суть. Мы бы вот исходили в данном случае из того, что сравнить доходность по облигации, рассчитать доходность инвестора, конкретного инвестора, если он купил за один день, сколько он процентов годовых за этот день заработал. Если он заработал меньше, чем ЦБ плюс 5, в общем, сейчас я… В годовом выражении имеется в виду. То есть, грубо говоря, если он заработал 1,360, то КС плюс 5. Конечно, потому что если посчитать его весь доход и 24, допустим, применить, то у нас ЦБ плюс 5, я не знаю, сколько сейчас будет, но, в общем, налог по 35% съест все, и он окажется в убытке. Такого быть в принципе не должно. Но вот задача законопроекта, задача тех, кто работает над ним, да и всего сообщества, если есть предложения, нужны предложения, давайте предложения, как это прописать четко, чтобы всем было понятно, чтобы были единые правила игры. Мы тут ни за красных, ни за белых, нам нужны правила. Но, безусловно, сохраняя льготу 0%. Тем более, как раз на той дискуссии, там были и коллеги из ВТБ, когда бизнес сказал никаких 13%, только 0%. И что мы услышали? Что, в принципе, такой доходности, которая будет превышать ЦБ плюс 5, ее не будет. Да, как раз тогда провели анализ некий, где находится брек-ивен между этими двумя налоговыми режимами, и он получается где-то в районе доходности, в районе 17-18%. Что в целом как бы многовато, наверное, для такого более-менее среднеадекватного уровня доходности по продуктам. Поэтому при прочих равных, если доходность ниже, выгоднее, естественно, для инвестора, для всех налогового режима КС плюс 5. Если выше, тогда уже лучше общий по 13%. Ну, если он будет ниже, как утверждали коллеги, тогда, да, надо это оставлять. Но, тем не менее, все равно должно быть понимание и ясность, как быть в той уникальной, редкой, но мало ли вдруг будет ситуации, когда по каким-то облигациям доходность будет 24, но не за два года, а за один год. И как облагать? Ну, вообще, вот подобных вопросов с налогообложением инструментов, вот звучало, мы сейчас с коллегами в кулуарах говорили про переоценку по валютным бумагам. Ну, Минфин, скажем так, не очень охотно на это идет. Тем более, если уже есть прямая норма. Отменить какую-то норму и предложить взамен на нее что-то новое, более либеральное, с точки зрения налогоплательщиков, ну, это практически невозможно. Для нас, вот для меня лично, кажется, ну, вот одной из проблем, это то, с чего я начал, это применение общей ставки 13% для НКД при обращении бумаг. На мой взгляд, это не соответствует логике, не соответствует экономике. И самое главное, что еще 5 лет назад, 10 лет назад, все, что инвестор получал в виде НКД при обращении бумаги, не от имитента, не от Минфина, а вот по сделкам, у него по УФЗ облагалось по 0%. Почему сейчас не так? Ну, это трактовка Минфина. А какие сроки вы увидите для ведения переговоров с Минфином, ну, консервативно? Отличный вопрос. Я скажу так, исходя из опыта, конечно, этот срок исчисляется месяцами, к сожалению, потому что, ну, никто из нас не… Ну, это вопрос ресурсов, вопрос времени, как тех коллег, кто занят написанием законопроектов, обоснования, плюс согласование с другими банками, с другими брокерскими компаниями, это все, все же заняты своими непосредственными обязанностями, плюс Минфин, обращение в Минфин, встречи. На практике это месяцы, но, слушайте, раз начали эту работу, ее надо завершить до конца, тем более первый шаг самый серьезный был сделан, и вопрос обоснования, ну, я надеюсь, что как минимум встречу с Минфином хотелось бы провести еще одну до конца года, или там в начале следующего. Вот, то есть, к сожалению, говорить о сроках там, что это неделя, нет, это… Ну, это таковы реалии, мы же видим, как и другие законопроекты принимаются, так что тут вот оптимизма, к сожалению, ну, я исхожу из реалий, оптимизма такого особого нет, но все должны стараться, безусловно. Так, ну, Валерий, большое спасибо, мы тогда продолжаем. Спасибо огромное. Продолжаем конференцию. Продолжаем конференцию.